Доброе утро! Всем доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, прекраснейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Солмона. Активно двигаемся, очень активно двигаемся мы к завершению. 31 глава и как раз 31 глава, мы уже находимся в конце 28 главы. В конце 28 главы мы находимся. И так, значит, всем, кто соблюдал Шаббат, хорошая неделя. Всем, кто не соблюдал Шаббат, у них еще неделя продолжается, выходные. А те, кто соблюдают Шаббат, сегодня первый день недели. Начинается Шаббат, это завершение недели. И сегодня первый день недели, новая неделя. Итак, мы дошли до 28 главы. 21 отрывок нам царь Соломон дал очень важный совет в жизни, прям невероятно важный совет. Что не говорит, что я знаю человека. Иногда даже самые мощные люди, такие, которые прям человек-человек. А из-за куска хлеба согрешит. Когда ему нечего кушать будет, например, или напьется. Бывает человек очень хороший, очень прямо порядочный, позитивный. Напился и потом, бах, утром проснулся. И как вспомнил или ему рассказали, что он сделал. Вот, теперь, значит, сегодня 22 отрывок. Говорит нам царь Соломон следующую вещь. Нивагаль лахон иш ра айн. Вело еда ки хесер евуэна. Значит, говорит он нам следующую вещь. Значит, спешит к разбогатеть. Разбогатеть. То есть, завладеть имуществом. Он это имущество, да. Спешит разбогатеть человек со злым глазом. Очень интересно такое, да, начало. Спешит разбогатеть человек со злым глазом. Пришли не водичи, пожалуйста. И, значит, вело еда ки хесер евуэна. И не знает он, что недостаток он приводит. Давайте разберемся. Есть у нас здесь начало. Говорит нам царь Соломон, что спешит разбогатеть человек. Значит, каждый человек куда-то спешит. Каждый человек куда-то стремится. Назовем это так. Не спешит, а стремится. Куда стремится человек? Обычно он стремится к тому, что сам для себя назвал важным. Все люди разные. И каждый человек для себя выбирает, к чему стремиться. Что для него в жизни важное. И по вот этим вот ценностям человека. Спасибо. По ценностям человека. Можно определить суть человека. Так. Сумасшедших убираем. Сейчас мы сумасшедших убираем с урока. Кто вести себя не может. Убрали. До свидания. Все. Это же уроки для умных, добрых, хороших, нормальных людей. Если есть сумасшедшие, им сюда нельзя заходить. А негативщики, сумасшедшие, всякие вот эти вот люди, которые называются хейтеры. Которые внутри себя наполнили ненавистью. Всем до свидания. Это уроки для нормальных, добрых, хороших людей. Все. Теперь, значит, каждый человек определяется, суть его определяется туда, куда он стремится. Да. Или то, что он прославляет. Для одного человека важен успех. Для другого важно богатство. Для третьего важна духовность. Для четвертого важен спорт. Для пятого важна там красота какая-нибудь. И так далее. Значит, каждый человек куда-то стремится, туда, куда его сердце ведет. Теперь говорит царь Соломон. Стремится разбогатеть, спешит разбогатеть. Человек со злым глазом. Значит, один хочет разбогатеть, но у него добрый глаз. А другой хочет разбогатеть, у него злой глаз. Чем отличается добрый глаз от злого глаза? Злой глаз это пессимист. Злой глаз это пессимист. Человек, который ниже вокруг, он с человеком взаимодействует через человека интерпретации. То есть мы все время интерпретируем всю информацию, которую получаем. Человек себе объясняет. Теперь человек с добрым глазом, он интерпретирует все в сторону добра. Человек со злым глазом, он интерпретирует... Он интерпретирует все в сторону зла. Теперь, как это выражается в жизни? Вот один и второй стремятся разбогатеть. Йов был такой великий праведник Йов, который был самый богатый человек того времени в мире. Он, была у него такая как сгула, как он стал самым богатым. Он все время насыпал людям сверху. Больше давал там им, больше давал семечек им насыпал. Кстати, я кашляю, я вчера вечером кушал семечки, поэтому кашляю. Значит, Йов, он когда что-то продавал, он насыпал с горкой. А когда люди ему платили деньги, он говорил, сдачу оставьте себе, не надо, мол, возьмите себе. То есть, он хотел, он был с добрым глазом. Он хотел, чтобы все вокруг разбогатели. И когда люди вокруг богатели, они приходили к нему и говорили, ой, Йов, давай с тобой очень приятно иметь дело, потому что ты хочешь, чтобы мы все разбогатели. Теперь, значит, кстати, интересно. Это очень интересная схема, которая работает и сейчас. Например, в тот же Facebook, да? Facebook, он как устроен, что Цутерберг, он создал систему, в которой он дает возможность каждому абсолютно бесплатно. Видите, мы же с вами ни копейки ему не платим, вообще ни копейки. Общаемся, проводим уроки, все. Люди могут видеть своих родственников и с ними бесплатно говорить и с разных концов света. То есть, он принес людям много пользы. А потом он рекламодателям говорит, смотрите, вы раньше давали рекламу в телевизор, и это было неэффективно, вы не знали, кто ее смотрит. Надо людям это, не надо людям это. И он говорит, давайте я вам сейчас дам возможность давать рекламу и показывать ее тем, кому она действительно нужна. И он помог людям зарабатывать деньги. И все, кто зарабатывают, ему платят за рекламу. А он таким образом стал там один из самых богатых людей в мире. То есть, есть желание разбогатеть. Это ценность человека. Теперь, есть его глаз. Или он злой глаз, или добрый глаз. Если у него добрый глаз, он помогает всем остальным вокруг него тоже разбогатеть. Если у него злой глаз, он тут не доплатил, там не доплатил. Здесь он судится, там он судится. И он, когда он зарабатывает, но по ходу дела, он не доплачивает другим людям. Или второй вариант. Второй вариант, ведь если вы спросите любого очень богатого человека, то он вам скажет, вот если честно, он скажет, вот повезло. Вот были моменты, когда реально повезло. Да, я много работал, да, я много старался, да, я много думал. Но реально это было некое стечение обстоятельств. Тогда ему можно задать второй вопрос этому богатому человеку. А ты знаешь, что в тех деньгах, которые ты получил, есть 10% доля тех людей, которые не могут зарабатывать. Сироты, больные, инвалиды и так далее. Ты знаешь, что Бог тебе дал богатство, но теперь Бог ждет, чтобы ты часть из этого богатства передал, как раз выполнил заповедь делать добро. И тогда половина богатых скажет, да, да, мы знали об этом. Конечно, мы знали об этом, скажет Билл Гейтс. Вот я, например, там 50 миллиардов долларов, и я сейчас эти 50 миллиардов инвестирую в Африку, чтобы люди дольше жили, чтобы люди больше ели и так далее. А Стива Джобса спросили, а вы что? А он скажет, а я чего? Ну, сказал бы тогда. Стив Джобс сказал, я, чтобы я кому-то помогал. Да я родной дочери помогать не буду. У меня дочь, суд сказал, что она моя дочь, а я говорю, что она не моя дочь и не помогал. То есть, и дальше у каждого из них, тот, кто зарабатывает деньги, у, например, Уоррен Баффет, да, у него благотворительный фонд, он миллиард долларов в год тратит уже на протяжении 30-40 лет, тратит на благотворительность, да. А другой, например, заработал, и он все деньги тратит только для того, чтобы еще больше заработать. То есть, здесь вот это называется добрый глаз или злой глаз. Понятно, да, идея? Говорит нам царь Саламон. Тот, кто стремится разбогатеть, и человек со злым глазом, в Элоне, да, и не знает он, тихесер евуэно. Не знает он, что он недостаток, наоборот, он себе приводит. То есть, он сейчас на краткосрочной перспективе, он тут зажал, там зажал, тут не доплатил, там не доплатил, тут сэкономил, тут не заплатил налоги, тут не доплатил, там 10% никому не отдал, все тратит. О, почти, секундочку, пришло время, ему не хватает. Вначале ему не хватает хорошего отношения людей. Люди скажут ему, слушай, ну ты просто вообще, конечно, ну нехороший ты человек, да, то есть тебе Бог помог, у тебя счастье. Ты что, не можешь поделиться? Потом, это эмоционально ему будет не хватать. Потом ему не будет хватать физически, потому что придет налогово, скажет, послушай, извини, пожалуйста, ты зарабатывал, но есть в твоих деньгах часть денег на дороге, на больнице, на детские дома, на полицию, которая должна тебя охранять и мир охранять. Где твои налоги? Ой, я не хотел налоги платить, я со злым глазом, я хотел только зарабатывать, налоги платить не хотел, извините. Дальше, дальше он приходит к моменту смерти, начинает болеть. А когда человек болеет, то все, богатые, бедные, знаете как, в самолете, который падает, нет нерелигиозных людей, нет ни одного нерелигиозного человека. Когда самолет начинает падать или его начинает трясти, молиться начинают все, вот полностью, сто процентов. Все, кто там в жизни были, что бы они ни рассказывали, когда уже не на что надеяться, человек обращается к небу и кричит, господи, помоги, пожалуйста, помоги. Даже тот же Стив Джобс, когда он перед смертью, он говорил, что, честно говорит, мне очень хотелось бы надеяться, что у меня есть дальше продолжение. Ну как может человек уже перед смертью думать, что нет, ничего там нет, ничего нету, ничего нет, зачем? Все становятся религиозными. Теперь и в этот момент, если человек всю жизнь был со злым глазом, если он никому не помогал, добро не делал и так далее, то что, на что ему надеяться? Не на что, все. Это был 22-й отрывок, правильно. Это был 22-й отрывок и двигаемся дальше, двигаемся дальше. 23-й отрывок. 23-й отрывок, царь Соломон нам говорит следующую вещь. Дальше он нас переводит в систему взаимоотношений между людьми. Махех Адам Ахарей Хэн Имца Мимахлик Лашон. Махех Адам Ахарей Хэн Имца Мимахлик Лашон. Дословно переводится 23-й отрывок 28-й главы так. Тот, кто человека увещевает, увещевает, это ему указывает на его неправильное поведение, после найдет милость в его глазах больше, чем тот, кто ему льстит. Смотрите, как это работает. Вот есть, ну, во-первых, надо разобраться, что значит увещевать. Например, один человек другому говорит, о, ты такую там прическу сделал вообще ужасную. Это не называется увещевать, потому что на вкус и цвет товарища нет. Здесь нет никакой объективной реальности. Но если человек, он, например, нарушает какие-то заповеди, да, он нарушает, ну, конкретно вот то, что является добром, злом, там, ворует, грабит, занимается развратом каким-то, да, или же, опять же, или он не помогает другим людям. Это тоже преступление. То есть, это не просто так, не помогает он, да, то есть, у него все хорошо, это неправильно. И тут, значит, когда человек другому его увещевает, ему говорит, ты неправильно поступил, то обычная реакция какая? Обидится. Но потом, если человек исправил свое поведение, он ему говорит, слушай, спасибо, спасибо тебе, что ты мне вот так вот помог, что ты меня в нужный момент остановил, что ты мне раскрыл глаза. То есть, если он исправил свое поведение, то он будет благодарить того, кто его увещевал, теперь больше, чем того, кто ему льстил. Потому что, если человек ему льстит, то что? То нету шансов исправить свое поведение. Все понятно, да? 23 отрывок, он такой простой. Я хочу вернуться к 22 отрывку. Я как раз вчера видел один вопрос, разбирался один вопрос. Есть группа такая, называется «Вопросы по Аллахе», по еврейскому закону. Аллаха – это закон, как поступать. И один парень задал очень интересный вопрос. Он задал интересный вопрос, он говорит, смотрите, у меня есть друг. Я занял у друга 10 тысяч долларов взаймы. У друга не было, это мой близкий друг. И друг, для того, чтобы мне помочь в сложной ситуации, он занял эти деньги у своей родной сестры. Он пошел к родной сестре, дело было в Израиле, и занял у нее 10 тысяч долларов. Дал своему другу взаймы. Тот написал расписку. Я занял 10 тысяч долларов, значит, занял 10 тысяч долларов. Проходит время, и тот, кто занял эти 10 тысяч долларов, возвращает другу своему 10 тысяч долларов. Говорит, все, вот на те деньги. Тот ему отдал расписку. Надо давать обязательно расписку, даже если друзья. Значит, этот друг возвращает своей родной сестре 10 тысяч долларов. А сестра ему говорит, знаешь, что, братишка, говорит, когда ты занимал у меня 10 тысяч долларов, то была цена доллара в Израиле 3,8 шетеля за доллар. И я могла эти 10 тысяч долларов продать и получить за них 38 тысяч шетелей. А сейчас цена за доллар 3,4 или 3,5. В общем, я потеряла 2 тысячи шетелей, я потеряла за это время. То есть, если посмотреть в шетелях. Этот брат, он сестре говорит, ну, слушай, конечно, я тебя понимаю. Ты не должна терять из-за меня. Ты мне помогла очень сильно. И он ей возвращает эти 2 тысячи шетелей. Да, инфляция. Он ей возвращает эти 2 тысячи шетелей. Действительно, но ситуация изменилась. И 10 тысяч долларов, если посмотреть, что на них можно было купить в Израиле полгода назад, и сейчас доллар упал. Но она же, смотрите, сестра, она помогла. Она в этой ситуации, она реально хотела помочь. Она ему дала 10 тысяч долларов. Он дал другу. Друг вернул. Значит, что делать? Этот приходит к другу и говорит, слушай, так и так, мы когда, я тебе помогал, я у сестры занял, но сейчас вот она потеряла деньги, я ей верну. И этот друг пишет вопрос такой. Он пишет, смотрите, я, говорит, эти 2 тысячи отдал. Я эти 2 тысячи шетелей отдал. Почему? Я не хочу, чтобы из-за меня терял друг и теряла сестра. Его вопрос был в другом. Его вопрос был, является ли это процентами. Нельзя же давать под проценты. Нет. Запрещено. По Торе нельзя давать под проценты. Вот это и был его вопрос главный, что не нарушил ли он закон, что он вернул с процентами. Это был его вопрос. Я почему вспомнил эту историю? Здесь как раз видна разница между злой глаз и добрый глаз. Значит, с одной стороны, вот каждый в этой ситуации мог посмотреть по-разному. Сестра. Она здесь своему брату дала деньги, чтобы брат кому-то помог. И когда ей вернули деньги, она смотрит, что она потеряла деньги. То есть, должна ли она говорить, что я потеряла или не должна? Мне кажется, что никакой проблемы нет. Если у нее добрый глаз, она может посмотреть на ситуацию и сказать, смотри, брат, я тебе дала деньги, я потеряла сейчас, у меня трое детей, мне нечем платить за там ипотеку, да? Но по закону я тебе 10 дала, 10 ты мне вернул, ну, дальше смотри как. Я потеряла на этом 2000. Если у нее добрый глаз, она скажет вот в такой форме. Если у нее злой глаз, например, да, она скажет, я потеряла, верни по-любому. Теперь каждый в этой ситуации, каждый в этой ситуации, помимо финансового вопроса, у него стоит еще вопрос, у него глаз какой? То есть, он насыпает сверху, он как бы живет в мире, когда он верит, что все возвращается и что сейчас он сделает добро, Бог ему сделает добро. Вот тут весь вопрос, весь вопрос, да, весь вопрос в том, как ты смотришь на ситуацию. И то, как ты смотришь на ситуацию, это конкретно твоя жизнь. Потому что тот, кто говорит, на, я тебе даю сверху, пожалуйста, вот получилось же, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Человеку нужны были деньги. Кому он обратился? К другу. Друг ему обязан давать? Не обязан. То есть, уже сама по себе ситуация, если ты говоришь, надо действовать четко по закону, то тогда этот друг четко по закону должен был бы ему сказать, ты знаешь, дружище, если у тебя нет 10 тысяч долларов, так, скорее всего, у тебя их и не будет. Потому что, раз ты попал в ситуацию, когда тебе нужны деньги, а у тебя их нет, так, скорее всего, если взять по логике, по формальной логике, у тебя денег не будет, я тебя не займу. Я вам скажу так, что большинство людей и когда к ним приходят занять деньги, должны понимать, что если человек приходит занимать деньги, то у него пошел какой-то провал. А раз у него прошел какой-то провал, то с точки зрения логики, скорее всего, он денег не вернет. Это, ну, по математике, можем провести исследование, но чаще всего человек, который попал в тяжелую финансовую ситуацию, это не случайная история, это системная история. Понятно, да? Теперь, если этот пришел к нему за деньгами, у него есть такой хороший друг, который говорит, ты знаешь, дружище, и у меня денег нет, но я готов за тебя поручиться перед родной сестрой. Вы видите, что здесь все идет на уровне добра, на уровне сверх нормы, сверх простой буквы закона. И он ему говорит, это настоящий друг, я пойду сейчас и займу. Пошел занял. Теперь сестра. Она понимает, у брата денег нет. По Торе мы учили, что не будь ни за кого поручителем, потому что, когда ты за кого-то поручитель, то ты вообще попал, то есть ты с двух сторон попал, если ты поручитель. Тут приходит к ней родной брат, и говорит, слушай, я поручаюсь перед тобой за человека, которого ты вообще не знаешь, у него денег нет, но займи мне деньги. Сестра, может она пошла и купила, может она тоже ссуду взяла, и купила эти доллары, в Израиле же шетели, она купила, допустим, доллары за 38 тысяч шетелей. И потом она ему дала эти доллары, потому что друг просил доллары. Потом, слава Богу, эта ситуация, она очень редкая, когда все друг другу вернули деньги. Это очень редкая ситуация. И когда пошел вот этот вот возврат денег, потом оказывается ситуация, в которой есть убыток. Этот убыток возник по, ну, каким-то совершенно форс-мажорным, непредвиденным ситуациям, в которой, от которой никто не застрахован. Теперь в этой ситуации каждый мог сказать другому, ты знаешь, меня твои проблемы не волнуют. Это был бы какой глаз? Это был бы злой глаз. И тогда вся эта цепочка бы распалась, и в следующий раз никто бы никому не помог. Но в этой ситуации каждый поступил по, с точки зрения, выше закона, добра. Этот брат, он говорит, конечно, ты не должна терять, ты мне помогла, почему ты должна терять? И дал деньги. Тот друг, который, который тоже мог сказать, слушай, я не отдам, но что бы у него после этого осталось? У него бы после этого не стало бы друга, однозначно, потому что друг, потеряв 2000 долларов, 2000 шетелей, он бы сказал, слушай, вообще вот этот друг у меня, да? То есть, все поступили здесь сверх закона, в сторону добра. И сестра здесь, но она не должна была терять, она тоже не должна была терять. Понятно, да, идея? Это просто как маленькая иллюстрация, как в жизни стремление разбогатеть и желание разбогатеть, оно параллельно ему идет вот этот вопрос, а как ты относишься к другим? Даешь ли ты им разбогатеть? Ты к ним как относишься? Или ты говоришь, я все заберу себе, все заберу себе, все заберу себе? И в этот момент, в какой-то момент на тебя с неба опускается, я все заберу себе. И, понятно, да? Все, дорогие друзья, мы изучаем, как работает мир с духовной точки зрения. Если каждый, конечно, все это интерпретирует для себя, и каждый, получив это знание, он для себя его интерпретирует, встраивая его, встраивая его в свою систему ценностей. каждый из нас живет в своей какой-то картине мира, в которой каждый имеет те результаты, которые имеет в своей жизни. Царь Соломон, мудрейший из людей, в книге притчи, это часть письменной Торы, это часть христианской Библии, это для мусульман, царь Соломон, тоже мудрейший из людей, и его очень в мусульманской традиции уважают. Нам дает, дает нам взгляд, как работает мир с точки зрения духовной сферы. Кто слышит, слышит, кто не слышит, не слышит. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, наполненного добром и божественным светом. Делайте добро, добро возвращается. Все, удачи, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok